Мы с вами удивительный народ, у нас в жизни сплошные удивлялки Москва, маршрутка, в маршрутке едет здоровенный афроамериканец Напротив него наш мужичок поддал настроение хорошее, решил этого подколоть Говорит, моя шанс будет выходить, твоя будет дорогу уступать Афроамериканец на него посмотрел и на чистейшем русском языке сказал Блин, понаехали! Ну, я ничего не придумаю, братцы, Краснодар, частный дом, над воротами надпись Ахтунг, Ахтунг, Алабай вам откусит балалай Ставропольский край, над дорогой плакат Я саду вашему желаю рая, купи навоз у Николая И рядом плакат, на нем написано Навоз по цене производителя Иркутская область, какой-то занюханный городишко, кривой столб Листик такой кривой висит, и на нем корявыми буквами написано Покажу дырку в заборе ликероводочного завода Недорого Антонина Услышал в аптеке гениальную рекламу, вы только вдумайтесь В нашу аптеку поступило новое ослабительное средство «Пургон» Оно действует мягко, не нарушая сна Тракторист Петров пьяный заснул за рулем трактора По пьяне снес три барака Через три дня его наградили медалью за участие в программе «Снос ветхого шлюя» А наше образование, какая удивлялка, братцы, вы что? Мне педагог одного вуза сказал Приемные экзамены, парень с девушкой сидят Он ей шепчет Слышь, когда отменили крепостное право? Ну, в 61-м году Как в 61-м? В 61-м Гагарин полетел Она говорит Ну, в честь этого и отменили Я на остановке услышал разговор двух пацанов Я бы это не придумал Толик, ты таблицу умножения выучил? Пока только первый куплет Мы потрясающий народ Меня пригласили принять участие В общем, посидеть в жюри конкурс молодых поэтов в Москве Разные ребята там, девочки были Одна такая красавица вылетела 17 лет на сцену Сокровенная Спросила я в лесу кукушку Когда же замуж мне дано? И мудрая птица отвечала На кукуя тебе оно Я ничего не придумываю По телевизору канал появился новый Там все время говорят НЛО, пришельцы, летающие тарелки Вот они нас захватят Мы будем рабами Да бедные они будут, если они к нам прилетят Наши только увидят, что тарелка приземляется Пойдут, возьмут два пузыря с самогона Пойдут познакомятся Перезнакомятся Перепьются Попросят порулить Расхренячат их тарелку к чертой матери И вновь они будут ходить по электричкам И просить милостыню А наши будут сидеть И говорят, о зараза, допился на человека Не похуй Наша удивительная Малышева Доктор По-разному можно относиться Но меня поразило Ей на Западе предложили Хороший контракт Она сказала, нет На кого я оставлю россиян Буду лечить до последнего Вот Со всем этим У народа немножко крыша едет Тетка пришла наниматься на работу Ей дали листок по учету кадров Она начитает Там написано Род занятий Она долго думала Потом написала Родов не было Занятия были Старики у нас Совершенно другие стали Чудные Удивительные старики Деды на детской площадке Отмечали у кого-то там 90 лет Один встал Сказал Надоело копить на похороны Буду жить вечно В Пскове Судили деда Самогонщика Прокурор говорит Отец Тебе столько лет Где твоя суд Ты думай что-то Гналы буду гнать Прокурор говорит Посажу Сын будет гнать Сына посажу Внук будет гнать Внука посажу Дед говорит А я к тому времени уже выйдем Это же все из нашей жизни Это же наши удивлялки Дед пришел 80 лет старичку Пришел в парикмахерскую Там красавица Парикмахерша Вот такой бюст Вот такое декольте Она его стрижет Он в эту красоту носом Уперся Сидел Сидел Она его спрашивает Отец Голу мыть будем? Он говорит Ты что уж там Купай всего АПЛОДИСМЕНТЫ Наши фантастические старушки Вы вот никто, наверное, не слышали Вологодские бабки Насмотрели с телевизора И теперь собирают теплые вещи Для участников голой вечеринки Их надо слышать Их реакция потрясающая Бабка носок вяжет Внук подходит Говорит Бабушка, дай 50 рублей Чего? Бабушка, дай 50 рублей Чего? Бабушка, дай 100 рублей Ты ж 50, прости Бабуленька Царица Жила в трехкомнатной квартире Внук женился Бабку уплотнили Одну комнату И в двух молодых поселили Они с ней уже месяц борются Чтобы она перед тем, как залететь к ним В спальню Стучалась И она в очередной раз Влетает Внук говорит Бабуль, ну я тебе Старас говорил Надо стучаться А я в замочную скважину посмотрел А сейчас можно не стучаться Из Москвы К бабуле в деревню Приехала девчушечка Внучечка 16 лет Волосы зеленые Вся в пирсинге Вся проколотая Сидит с бабкой Она же привыкла Там Москва Там дискотеки Бары Ночные все дела А там в деревне Ну что, сидит Пол первого ночи В избе Говорит Бабуль, а куда у вас Ночью можно сходить? Бабка говорит В ведро Следующая Махонькая история Это только женщины Ее оценят Апрель Москва Лоджия Первое солнышко Сидит бабуленька И лет 80 Кайфует Зиму пережила Лето Тепло будет Дай бог Следующую Зиму переживет И вдруг На лоджию Выходит ее внучка 18 лет Красавица Практически Голая Вот тут Две ниточки И вот тут Три ниточки Бабуля Как тебе Мой новый Купальник? Бабка Смотрела 15 минут Потом Говорит Эх, внуча Внуча Был бы у меня В молодости Такой Купальник Какой бы Дед У тебя Был Вот Когда Прибавили Пенсионный возраст Устарели Многие поговорки Помните Была Замечательная Поговорка 45 Баба Ягодка Опять Забудьте Теперь Бабка Считается Ягодкой 69 До 77 Потом Идет Изюм До 84 Сухофрукта После 93 Валежник Появились Новые Поговорки 67 Пионерочка Совсем 68 В ЗАГС Тихонечко Заносим 75 Не кантовать А для Особо Живучих Абсолютно Гениальная В 90 Выше Нос Кто я Где я Вот вопрос Моя Знакомая Актриса У них Очень долго Не получалось Лялечка И вот Ей уже 39 Врачи Стали готовить Что давайте Собачку Кошечку Там И вдруг Она Забеременела Пол срока Пролежала Чтоб не дай бог Не потерять Ребенка И она мне Рассказывает Схватки Начались Вызвала Такси Привезли Меня в роддом Выкатили Каталку Положили На каталку Отвезли Куда-то В коридор И забыли Про меня Лежу Плачу Понимаю Что все Сейчас Крухнулись Все надежды В это время Открывается Дверь Из кабинета Выходит Пьяненький Врач Подходит Гладит Меня по Животу И говорит Доченька Беременные В роду Были? Родильный Дом Мамочка Красавица Лежит Врач Подошел Говорит Солнышко А отец Ребенка Будет Принимать Участие В родах Она говорит Не он Что-то С моим Мужем Не Контач Все Будет Хорошо Потому Что Мы С вами Удивительный Народ